У меня на этой неделе дочке вспомнилось 3 месяца. У нас путешествия, праздник, каникулы, поэтому хорошо, пришли в этот замечательный парк, ребенок гуляет, все хорошо. На этой неделе у нас каникулы, и приехал наш братишка, вот, нас с мансурчиком гуляют, из деревни они приехали, уже третий день здесь гуляют, так здорово. Ребенок болел, сейчас здоров, счастья для мамы больше нет. Нам сегодня 10 месяцев. Дети приехали с Крыма, вот, радовались, что живы-здоровы приехали, вот сейчас с ними гуляем в парке. Не успели глазом моргнуть, как наступил последний летний месяц. По этому поводу есть одна точная фраза. Август – это как вечер воскресенья. Но не будем унывать, давайте ловить за хвост уходящее лето и проводить его по полной программе. Добрый вечер, дорогие друзья, с вами я, Регина, ваш персональный гид в мир позитивных новостей. Давайте-ка посмотрим, что хорошего успело произойти за то время, что мы с вами не виделись. Не буду вас томить, начнем, пожалуй. Не так часто простой обыватель имеет возможность участвовать в забеге бок о бок с именитыми спортсменами, да еще и получить на память симпатичную медаль. Такая возможность представилась в Нижнекамске. Недавно в городе состоялся цветочный марафон, который объединил более тысячи любителей бега из разных городов России. Полумарафон не случайно называют цветочным. На финише, кроме медали, мужчинам надевали на головы венки победителя, а женщинам дарили цветы. Первыми в полумарафоне стартовали мужественные люди. Они признаются, что подобные мероприятия их объединяют, дают возможность чаще встречаться. В программе соревнований было 5 дистанций – 2, 3, 10 и 21 километр 100 метров, а также детский забег на 600 метров. Несмотря на юный возраст, каждый ребенок бежал самостоятельно, как настоящий атлет, а мама и папа подбадривали их со зрительских мест. Самому младшему участнику забега было всего 4 года, а самому старшему – 70 лет. Нижнекамский полумарафон из ряда других стартов выделялся ярким оформлением трассы, а также креативностью участников. Некоторые из них пришли на старт в костюмах греческих богов и даже крокодила. Побольше вот таких забегов. Все-таки они людей сплощают, тренируют, вдохновляют жить, радуются жизни. Представительницы прекрасного пола в очередной раз доказали, что они слабы духом, да и навыками вождения обладают отличными. Недавно нижнекамские автомобилистки съехались в схватке за звание лучших автоледи города. Десять участниц конкурса поочередно демонстрировали не только фигурную езду, знание правил дорожного движения, но и оказывали первую медпомощь, а также эффектно презентовали себя. В каких только образах не предстали участницы перед жюри, чтобы выделиться среди остальных и получить максимальный балл. Ну а самыми лучшими в этом конкурсе стали две представительницы прекрасного пола, сотрудницы Нижнекамск-Нефтехима Айгуль Салихова и Рамиля Яковлева. 15 августа девушки поедут в Казань отстаивать честь города на республиканском конкурсе. Не отстают от умной молодежи и люди старшего поколения. Бабушки будут состязаться в знании компьютера и сети интернет. Вскоре стартует конкурс для россиян третьего возраста. Он будет проходить по нескольким номинациям. Портал госуслуги.ру.мой.опыт. Мои интернет-достижения. Интернет-предприниматель. Интернет-работодатель. Моя общественная интернет-инициатива. К участию приглашаются жители России, умеющие работать на компьютере и в сети интернет. Возрастная категория участников 50 лет и старше. Что же это я забыла вам напомнить о том, что сегодня свой праздник отмечают самые бравые ребята на свете. 2 августа представители воздушно-десантных войск празднуют 88-ю годовщину со дня своего образования. Датой создания крылатого десанта принято считать 2 августа 1930 года. Именно в этот день на учениях под Воронежем впервые 12 десантников выполнили прыжок с парашютом. В Нижнекамске сегодня в 10 утра у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг. Тот, кто ни разу не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет чести и гордости десантника. А когда в составе российской армии есть такие люди, то можно не опасаться за покой страны. Ничего не страшно, правда? Прямо с этой патетической ноты я хочу взять не менее высокую. Город должен знать своих героев. Такого лозунга придерживается городской музей. На этой неделе в нем открылась выставка, посвященная людям, которые закладывали первые камни для строительства Нижнекамска. Каждый из них вложил огромные усилия для дальнейшего процветания нашего замечательного города. Начальник управления строительства ТАТ «Энергострой» – почетный гражданин Нижнекамска, человек с большой буквы. О Евгении Никифоровиче Королеве можно сказать еще много хороших слов. Родился он в 1913 году в семье Писаря. При советской власти начал карьеру строителя. Профессию осваивал на Дальнем Востоке при возведении города Комсомольск-на-Амуре. Во время войны строил завод по изготовлению аккумуляторов для подводных лодок. За заслуги был награжден орденом Красной Звезды. После приехал в Нижнекамск, где приложил свою руку у мастера. То есть человек всю жизнь занимался трудом. 70 лет у него почти непрерывного стажа. Почему у нас город такой зеленый? Потому что как раз было решение Королева, что вот те деревья, которые попадали под вырубку, они выкапывались, перевозились, высаживались в нашем городе. То есть он заботился о дальнейших зеленых легких нашего города. Человек эпоха. Так любят его называть историки. Под его руководством были сданы в эксплуатацию флагманы отечественной нефтехимии Нижнекамск-нефтехим и Нижнекамск-шина. К слову, в этом году 14 ноября исполняется 105 лет со дня его рождения. Есть женщины в русских селениях. Это еще раз доказал конкурс «Хозяйка села», который состоялся в этом году в Нижнекамском районе уже седьмой раз. Он, как и Евровидение, проходит на территории прошлогодних победителей. На сей раз действие развернулось на живописных холмах Нижней Уратьмы. В начале конкурса жюри осмотрело импровизированные подворья каждой участницы. Внутри палаток столы ломились от язв. Кулинарные способности судьи отмечали в том числе. И это стало главным их испытанием. Надо было побывать во всех 15 подворьях и остаться на ногах. В этом году титул «Хозяйки села» снова у двух финалисток. Это Гульсинаша Ихудинова из Шенгальчей и Татьяна Кузнецова из поселка Трудового. Ну и напоследок я поделюсь с вами совершенно потрясающей новостью. Говорят, что удача приходит к тем, кто ее очень ждет. Так считала и Рамзия Хесмиева из Татарстана. Она всегда верила, что станет победителем лотереи. Причувствие ее не подвело. Недавно женщина стала обладательницей трех миллионов рублей. Рамзия – давний поклонник лотерей. Трансляцию судьбоносного тиража женщина пропустила и решила узнать результаты прямо на месте покупки билета. Каким же было ее удивление, когда женщине сообщили сумму выигрыша. Подарок судьбы победительница планирует потратить на строительство дома, покупку нового автомобиля и, конечно же, на подарки внучатам. Также в планах большого и дружного семейства совместная поездка на море. Вот так. Надо всего лишь навсего верить в удачу, и она непременно с вами случится. Желаю и вам больших и маленьких побед. И бегите, и бегите от пессимистов, скептиков и нытиков. Они рушат ожидания и веру в чудеса жизни. Приятных вам выходных, дорогие друзья. И пусть в ваш дом стучатся только хорошие новости. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»